Здравствуйте, друзья! Автомобилисты всего мира во все времена спорили, где же делают лучшие машины, в Европе или в Азии. Подобные споры, как нам кажется, будут продолжаться до тех пор, пока автомобильная промышленность существует. Поэтому в рамках программы «Наши тесты» мы начали импровизированный цикл программ, который получил название «Европа против Азии». Поскольку название говорящие, вы, наверное, сами уже догадались, о чем пойдет речь. Тем не менее, смысл нашей программы заключается в том, что мы будем брать два автомобиля. Один будет построен в Европе, другой в Азии. Все как в обычном сравнительном тесте. Но ведь не секрет, что автомобили, построенные по разную сторону от Урала, имеют схожие технические характеристики. Такой уж суровый современный автомобильный рынок. Но вот только цены везде образуют по-разному. Кто-то скажет, что японские или корейские автомобили, например, стоят все-таки дешевле, чем их конкуренты из Старого Света. В ответ можно возразить. Взгляните на привлекательные современные ценники на европейские автомобили. Но мы не будем спорить, а просто проверим, что лучше, что дешевле и так далее. Начать мы решили с самого массового автомобильного класса, класса С. Насколько известно, в нем представлены практически все автомобильные марки. А класс С, как мы знаем, в простонародье именуется Гольф-классом. Кирилл, ты не догадывайся, почему? По этому поводу есть кое-какая информация. В далеком 1974 году именно Volkswagen Golf начал эпоху этого класса. Да-да, давайте-ка вспомним, как это начиналось. Первый Volkswagen Golf сразу стал невероятно популярным во всем мире. Он привлекал покупателей не только доступностью, но и дизайном. На тот момент Гольф, дизайн которого был создан известным дизайнером Джорджетто Джуджаро, выглядел очень современно. Кроме всего прочего, автомобиль получился очень надежным. Только представьте себе, этот автомобиль прекратили выпускать всего полгода назад. Первый Гольф последние годы производился в Южной Америке и пользовался там отличным спросом. Конечно, за 35 лет его неоднократно модернизировали, но тем не менее, по сути, он остался все тем же первым Гольфом. В 1985 году началось производство второго поколения. Этот автомобиль считается одним из самых популярных автомобилей в мире. За 9 лет с многочисленных конвейеров по всему миру сошло более 6 миллионов вторых Гольфов. Внешне машинка сильно напоминала предшественника, и множество прежних владельцев Гольфа пересели на новую модель. Среди множества модификаций этой модели стоит выделить полноприводный Гольф Кантри, рамной конструкции. В 1991 году компания Volkswagen в Женеве представила третье поколение этой модели. И опять же, Гольф остался верен себе. Третий тоже отменно продавался, и даже сейчас эти машины пользуются огромной популярностью на вторичном рынке. Впрочем, это может отнести к Гольфам всех поколений. Третий Гольф выпускался вплоть до 1998 года. Пока его не сменил, новый хэтчбэк уже четвертого поколения. Этот Гольф считается одним из самых удачных автомобилей своего времени. И уже традиционно отлично продавался по всему миру. В 2003 году во Франкфурте представили долгожданного преемника четвертого Гольфа. Новинка стала чуть крупнее и должна была стать очередным бестселлером. Но, увы, пятый Гольф оказался слишком дорогим, чтобы повторить успех своих предшественников. Цена противоречила имиджу этой модели. Тем не менее, фанаты Гольфа с нетерпением ждали очередной Гольф. И рассчитывали, что он будет более доступным. В Вольсвагене старались максимально удешевить Гольф не в ущерб качеству. И в итоге нынешний шестой Гольф, который впервые был показан на автосалоне в Париже в 2008 году, остался на том же ценовом уровне и стал логичным продолжением всех Гольфов прошлых лет. Ну а потом пришли корейцы. Развивались, развивались. И вот вроде бы уже как-то и доросли до европейских автомобилей. В нашем распоряжении сегодня Hyundai i30. Итак, Hyundai i30. Начнем издалека. 1990 год стартует продажа корейского седана Hyundai Lantra. Автомобиль был спроектирован самостоятельно, а вот двигатели позаимствовали у Mitsubishi. На выбор предлагалось три мотора. 1,5, 1,6 и 1,8 литра. Самый мощный выдавал 122 лошадиные силы, что наделяло автомобиль весом чуть более тонны отличной динамикой. Для работы с тремя моторами на Lantra устанавливались на выбор две коробки передач. Пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. С 1995 года на рынке появляется второе поколение Lantra. Основное отличие от предыдущего заключалось в том, что помимо четырехдверного седана покупателям предлагался пятидверный универсал. Гамма двигателей была разбавлена двухлитровым мотором мощностью в 140 лошадиных сил. На выбор предлагались все те же коробки. Четырехступенчатый автомат и пятиступенчатая механика. А с 2001 года на смену Lantra второго поколения приходит хорошо знакомая российскому покупателю Elantra, по сути являющейся Lantra третьего поколения. Elantra становится богаче как по оснащению, так и по материалам. Автомобиль пользуется успехом на всех привередливых автомобильных фронтах, к которым можно отнести США, многие страны Европы, ну и, соответственно, Россию. Основной интерес публики к автомобилю заключался в его привлекательной цене и недорогом обслуживании. В линейке моторов тоже произошли изменения. Например, помимо трех бензиновых двигателей, появился и двухлитровый турбодизель с мощностью 113 лошадиных сил, который, правда, до нас так и не доехал. Четвертое поколение стартует с 2006 года. Хоть и визуальные изменения в облике автомобиля были, как говорится, налицо, то технические характеристики оказались схожими с моделью Elantra третьего поколения. И в 2007 году миру был анонсирован наш испытуемый i30, хэтчбэк на базе четвертой Elantra. Ну а теперь давайте вернемся к настоящему и поговорим про дизайн. Volkswagen Golf шестого поколения выглядит в том же стиле, что и предыдущие автомобили этой модели. Но, тем не менее, он индивидуален и даже более он начал новую веху в истории автомобильного дизайна марки Volkswagen. Обратите внимание на эту решетку черного цвета, узенькую, вот эти вот углы и фару с внутренним пластиком черного цвета. Сейчас такой мордашкой уже щеголяют маленький Volkswagen Polo, новейший Touareg, минивэн Charan и даже коммерческий мультивэн и транспортер. А в остальном же облик Volkswagen Golf многим может показаться невыразительным по меркам современного автомобильного дизайна и даже унылым. Но, тем не менее, согласитесь, вот в этих вот линиях все-таки что-то есть. Соглашусь с тобой, Илья, вот с i30 немножко все сложнее. Hyundai все еще ищет свой фирменный стиль, а так как автомобиль i30 еще новый, ни о какой преемственности не может быть и речи. Но все равно в облике этого автомобиля все-таки проглядывают черты немножко другого, схожего автомобиля, именно Kia Ceed. Неудивительно, ведь эти два корейских собрата построены на одной платформе. Но вот про дизайн, Илья, вроде мы поговорили, и настало самое время узнать, что скрывается под капотами наших автомобилей. Начни с гольфа. Итак, Volkswagen Golf. По традиции, Volkswagen Golf один из самых технологичных и оснащенных автомобилей в своем классе. Не исключением, естественно, стал и этот автомобиль. Это наименее мощный двигатель из всей гаммы. Мощностью стоит 2 лошадиные силы и объем 1,6 литра. Есть менее объемистый мотор, но более мощный. 1,4 литра и мощностью 122 лошадиные силы. Он оснащен турбиной и непосредственным впрыском. Ну и не стоит забывать про самую мощную модификацию GTI. Там под капотом 210 лошадиных сил и турбина, и 2 литра объема. Все гольфы шестого поколения оснащаются двумя коробками передач. Это механика и робот DSG. Механическая коробка может иметь 5,6 ступень, а DSG 6,7. Ну а теперь хотелось бы узнать, что там под капотом i30. Расскажи нам, Кирилл. Заряженной версии точно нету. И имеется на выбор всего два мотора. Это 1,6 и 1,4 литра. С коробками тут все просто. Пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат. Мощность нашего двигателя 1,6 на 20 лошадиных сил больше, чем в Volkswagen. И составляет 122 лошадиные силы. Ну что, тут-то вроде бы все понятно. Мне интересно, что же скрывается тут в багажниках? Да, действительно, ведь зачастую то, что находится под крышкой багажника, даже важнее, чем то, что находится под капотом. Особенно в нашем случае. Ведь этот автомобиль, как правило, он будет один в семье. Ему нужно будет выполнять еще кое-какие функции, кроме того, как возить кого-то. Да, объем тут достаточно хороший. Пол расположен низко, но это явно неспроста. А, ну тут все понятно. Тут докатка. С полным комплектом инструментов, необходимых в дороге. Интересно, Илья, что там в Volkswagen? Ну, а тут, ну, примерно такой же объем, но вот пол явно выше. Догадывайся, наверное, почему. Конечно, тут полноразмерное запасное колесо и необходимый набор инструментов. Так что в этом компоненте, в принципе, ничья. Все вроде бы понятно, да? Интересно посмотреть, насколько эти автомобили хороши в движении. Да, давай-ка сядем и поедем. Что можно сказать в салоне гольфа? Тут просторно. Это первое. Для ног и для головы места полно. Ну, причем усесться поудобней можно без проблем. Volkswagen Golf 6. Объем двигателя 1,6. Мощность 102 лошадиные силы. Момент 148 ньютон метров при 3800 оборотах в минуту. Разгон до сотни 11 секунд. Максимальная скорость 188 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,7 литра. Корейцы, конечно, молодцы. Приятно то, что в каждой последующей, сходящей с конвейера, автомобиль становится все качественнее и комфортнее предыдущего. И i30 не исключение. Тут много удобств как для водителя, так и для пассажиров. Что примечательно, наш автомобиль снабжен вот кожаным салоном. Кожа, я хочу сказать, довольно-таки неплоха и прослужит, по моим ощущениям, достаточно долго. С эргономикой здесь тоже бы вроде бы все нормально. Нет никакой эволюции ни в приборах, ни в кнопках, а наоборот. Все максимально информативно и просто. Объем мотора все такой же. 1,6. Мощность 122 лошадиные силы. Момент 154 ньютон-метра при 4200 оборотах в минуту. Разгон до сотни 11 секунд. Максимальная скорость 192 километра в час. Ну и расход в смешанном цикле составляет 6,2 литра на сотню. Традиционно для марки Volkswagen никаких проблем с эргономикой в новом гольфе нет. И что приятно, приборы, которые читаются отлично, теперь подсвечиваются белым цветом. Если вы помните, раньше на гольфах была ядовитая синяя подсветка тахометра и спидометра. Это очень раздражало и резало глаз. Теперь такой проблемы нет. Коробка честно понравилась. Передачки включаются четко. И вот даже педалька сцепления имеет достаточно короткий ход. Что очень хорошо для передвижений на дальние расстояния. В итоге мы имеем схожие автомобили. Но разница в комфорте ощутимая. И тактильно гольф намного приятней. С другой стороны, компании Hyundai нужно отдать должное. 5 лет назад сложно было представить сравнительный тест автомобилей этих марок. Но времена меняются и корейские автомобили строители быстро прогрессируют. Так что год-два и корейцы подтянутся в премиум сегмент. Ну а пока стоит признать, что i30 уступает по большинству показателей гольфу. Но и тут, как обычно, есть одно но. Цена. Базовая i30 доступнее гольфа. Цены на немецкий хэтчбэк начинаются с отметки в 612 тысяч рублей. А его корейский конкурент обойдется в 539 тысяч. Разница 75 тысяч рублей, что немало. И с каждой более навороченной версией эта разница будет только расти. Например, нам достался гольф по цене около 860 тысяч рублей. Наши Hyundai стоят почти 670 тысяч рублей. Правда, у гольфа роботизированная коробка передач и двухзонный климат-контроль. А Hyundai может похвастать кожаным салоном. В итоге, в нашем случае, гольф почти на 200 тысяч дороже i30. Стоит ли переплачивать такие деньги? Нам кажется, что столько и стоит разница между этими автомобилями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...